Гавриила Гура Гавриила Гурцкая Иерархи церкви частными переводами спасали священников от преследований. Репрессии настигли отца Гавриила в 1937 году, спустя три месяца после начала служения в Петропавловском храме. Судьба отца Гавриила достаточно типична для священничества периода гонений. В ней нет внешнего геройства, а есть место в внутренней работе над собой. В жизнеописании новомучеников много общих моментов. И в основном это финал. Публикация текста допроса. Допросы очень простые. Обвинения в контрреволюционной деятельности, это 58 статья Уголовного кодекса РСФСР. И обычно новомученик в том соль его служения, его победы над злом и над лукавством заключается, что никогда не признает себя в этих обвинениях виноватым. Дело в том, что если он себя оговорит, подтвердит, что эти все доводы следователей действительно правдивы, то получается он против правды пошел. При работе комиссии по канонизации святых, изучая следственные дела, очень часто находят материалы, которые не позволяют канонизировать человека. Именно по той причине, что тот себя оговорил. Конечно, отец Гаврил никакой контрреволюционной деятельности не вел, и борьба здесь совершенно другая. Мы понимаем подоплек всю политическую этой борьбы, но статья есть только одна, 58-я, и по ней надо человека обвинить. И вот отец Гаврил, его подвиг заключается в том, что он себя не оклеветал, за правду Божию он до конца постоял и виновным себя не признал. В православной культуре события 30-х годов отобразились в иконописи. Отдельный доклад был посвящен истории создания и значения символики образов новомучеников и исповедников 20-го века. Примечательно, как события, известные не из легендарных источников, а из материалов дел следователей НКВД, вплетаются в церковный канон, что свидетельствует о продолжении процесса осмысления сложного и противоречивого периода истории нашей страны. Григорий Козлов, Алексей Устинов. Новости Латкарина. Редактор субтитров А.Семкин